Илья Анатольевич, добрый вечер! Кроха сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо? Почему я вспомнил сейчас эти замечательные строки? Дело в том, что в наше неспокойное время, как мне кажется, совершенно стерлась грань между понятиями хорошо и плохо. Кому хорошо, когда кому-то плохо, и кому плохо, когда кому-то хорошо. Этому мы и посвятим нашу сегодняшнюю программу. Самую популярную программу среди моей мамы «Однажды вечером» с Дмитрием Нагиевым и Сергеем Анатольевичем. Ха! Ха-ха-ха! Добрый вечер! Поехали! Итак, Сергей Анатольевич, говорим о том, что такое хорошо и что такое плохо. Давайте начнем с библейских истин. Сколько их было? Их было, как пальцев, девять. Правильно! Как пальцев на ногах, не путайте. Да. Давайте начнем с первой. Первая библейская заповедь – «Не убей». Да, помните, да, у папа была собака, он ее убил. Любил. Любил, да, она съела кусок мяса, он ее, значит, убил. Плохо это или хорошо? Ну, с точки зрения папа, который ест мясо раз в год по праздникам, наверное, хорошо. О, но с точки зрения собаки, которая раз в жизни решила покушать, честно несла караульную службу, ее раз и замочили, ни за что, ни про что. Ну, просто расслабилась, да, да, да. Не день рождения, может, было, но ее за это раз и... Ясно. Вот... Это плохо. Тогда, раз вы уж сказали, там, с какой точки зрения, да, вот скажите, Сергей Анатольевич, вот с какой точки зрения, если брать вторую заповедь, не укради, рассмотреть вот такой вот случай. Скажем, были два приятеля. Это просто вы умозрительную историю рассказываете, да? Угу. Угу. Два приятеля. Вот. Переодевались они вместе в одной грим... Переодевалке. Угу. Вот. И когда один переоделся чуть пораньше, вот, вот, и уже пошел практически нас с рабочее место, вот, второй, ну, видимо, шутки ради, я, по крайней мере, надеюсь на это, залез в карман первого, нащупал там сумму денег, и шутки ради ее так перепрятал куда-то поближе к себе. Вот. Вот. И забыл потом, куда перепрятал. Угу. И не отдает, гнида. Плохо это или хорошо, а? А я знаю другую историю. Ну, какую? Тоже это были два приятеля, у них была одна общая пере... Ну. Грина, переодевалка. Да, ну, и? И когда они шли на работу... Так. ...то к одному из приятелей подошел начальник их общий, и говорит, вот передай, говорит, зарплату своему другу. Я сейчас уезжаю, а ты, говорит, передай, все равно у вас одна переодевалка. И, говорит, вот тебе зарплата. И тот, говорит, конечно, передам. У нас одна переодевалка, кладет вот в куртку вот в этот карман. Вот в этот. Ну. Вот в этот, да? Да. Вешает эту куртку, идет у нас на рабочее место, и потом забывает об этих деньгах. Угу. Да. Это плохо, что вы. Это плохо, да? Плохо. Конечно, он должен, наверное, был бы вспомнить про эти деньги. А он вспомнит про эти деньги, когда его приятель вспомнит, куда он спрятал те деньги. А мой приятель вспомнит, когда вы вспомните. А мой приятель, когда ваш вспомнит. Нет, поскольку ваш первым это сделал, значит, ваш первым должен вспомнить. Не вспомнит ли ваш приятель, кто чувствует нам на сцену? Нет, не вспомнит. Ну ладно, спасу вас в который раз. Дамы и господа, что же мы все шоу-бизнес, да шоу-бизнес. Есть сильные люди на Руси. Неоднократный чемпион и призер различных чемпионатов по бодибилдингу Максим Дудуко. Максим, присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо, что вы здесь. Вам спасибо. Просто нам перед тем, как вы приехали, Максим, рассказывали, что вы одного человека просто живьем загрызли. И съели. Поэтому он так боится вас. У меня-то вопрос серьезный, в отличие от вас, Сергей Анатольевич. На самом деле, народ смотрит, покупает журналы и разглядывает там красивых дядек. Вот скажите, пожалуйста. Подожди, подожди. Какой это народ покупает, разглядывает красивых дядек? Сергей Анатольевич. Я? Люди хотят стать, мужчина хочет стать актером. И он себя как бы оправдывает тем, что он хочет выразить свой внутренний мир. Чем оправдывает себя человек? Ведь вы, занимаясь культуризмом, бодибилдингом, вы отдаете себе отчет, что вы будете выходить на огромную тысячную аудиторию голым. Какой стих... Что надо себе... Ну, другими... Знаете, то, что у вас вот здесь, вот это вот, я стесняюсь на себя в таком виде в зеркало смотреть. Вы выходите, да, вот стоят там 10 здоровых дядек. Вот что, чем вы себя внутри успокаиваете, а? Вы не играете роль. Вы выходите раздетым на сцену. Демонстрировать свое дело. Как товар. Как товар. Я понял, да. Да. Но это спортивные, а те же самые пловцы, они тоже в плавках выходят. Но они в результате плывут. Плывут на скорость. Плывут на скорость. Плывут на скорость. Пловцы. Вот неинтересно, понимаете. Сергей Анатольевич еще тот пловец. Да, я видел. Есть пловцы на дистанции, есть пловцы вглубь. Да. Вот это Сергей Анатольевич. Кто-то не вынырнул. Так вот, мне интересно, вы вот этим делом начали заниматься, да? Да. Потому что больше ни хрена не умеете или... Или просто решил, что больше ничего не хочу уметь, да? Не хочу уметь, да. Да. И почему именно этот спорт? Вот эти пловцы. Есть действительно пловцы, есть футболисты прекрасные, боксеры есть. И это понятно. Там побеждает, кто даст больше, поможет. Там побеждает, кто быстрее побежит, там по очкам. Здесь какой-то странный вид спорта. Ведь побеждает тот, кто красивее. Понимаете? Я спрашивал у этих, которые у себя в жюри. Я говорю, как вы определяете, кто красивее, понимаете? Нет, не кто красивее. Там несколько критериев есть. Пропорции, форма. Почему вот, например, не толкать штангу, как вот... Почему вы, да, не решили... Да, 350! Есть силовые виды спорта. Очень травмоопасные. Травмоопасные? Вы трус. Трус? Нет, почему? А почему? Не борьба там, не самбо, как наш президент. Президент дзюдо. Да нет, но вот такие вопросы. Каждый занимается то, чем ему нравится. Понимаете? Мне этим понравилось заниматься. Я занимаюсь. Почему? Спортивный интерес выступать на соревнованиях, побеждать. Ну вот я в журнале не виду спорта, понимаете? Вот никакой не другой. Я занимался многими видами спорта. Я занимался плаванием, лёгкой атлетикой. Почему? Вот именно это. С лаломом. Вот тем более, почему именно это? Пришлось по душе. Да? То есть лежу, работает телевизор. Очень было ещё, могу сказать, что в детстве было очень много комплексов. Ну, например? Как у многих молодых людей, как бы от природы не было такого мощного телосложения. Был слабым. Вот в журнале напечатана ваша фотография вот такая. Вот такой. Просто крепыш, бухи два. Когда заканчивал школу, весил 50 килограммов. 50 килограммов? Да, не хотели брать в военное училище. Было не найти форму. Я так понимаю, что у нас сейчас одна нога 50 килограммов. Сирена плечей, да. Поэтому. Может быть, поэтому. А потом всё это переросло уже чисто спортивным интересом. Давайте тогда поговорим на такие темы. Масса, масса ведь статей о том, что спортсмены, бодибилдеры принимают астрономическое количество, поправьте меня, если я неправильно называю термины, анаболиков, стероидов, да? Анаболики и стероиды разные вещи. Для меня это одна. Короче говоря, множество тупингов, чтобы выдать результат, чтобы были бугры, чтобы, так сказать, выйти на подиум. И тем самым сажают себе почки, печень, обрекают себя на инвалидность в юном возрасте. Далеко не все принимают. Но вы-то нет. Как бы, да, естественно. Нет, я вам скажу так, что, во-первых, возможность принимать имеют все. Абсолютно. Это общедоступно. Пошёл там в аптеку, пошёл к чеку, купил. Это не запрещено? Нет, это запрещено. Официально, когда ты выступаешь на соревнованиях, проводятся допинг-тесты и так далее. Да. И что, и ни у кого не находит? Или такие допинг-тесты? Нет, почему находит? Ну-ка посмотрим, Влад. О, всё нормально. Нет, находит. Есть дисквалификации и так далее. Это в любом виде спорта. Начиная от плавания и кончая тяжёлой атлетикой. В любом виде спорта. Но я так понимаю, что именно бодибилдинг строится непосредственно на допингах? Только на допингах, да? Нет. Я с вами не согласен. Я вам объясню. Потому что, опять же, принимать имеет возможность любой. Да. Но все в одинаковых условиях. Если бы все принимали одни и те же препараты, то все у нас были бы чемпионами. Каждый мог пойти на соревнования, каждый мог бы выиграть. Далеко не от этого зависит. Ага. Хорошо, но всё равно, вот я никогда не поверю, сколько я встречал спортсменов вашего спорта, да? Все говорят, я не принимаю. Особо мне понравился один парень. Он весил где-то 60 килограмм с небольшим. Он говорит, я чемпион мира. И я толкаю вот так, 500 килограмм спокойно. Я ничего не принимаю. Ну, это нет. А ведь доказано, что это невозможно. Подожди, а кто это доказал, что это невозможно? Невозможно. Тот человек, который сидел в лаборатории, оставил опыты или как? Как это он доказал? Люди пашут в зале, понимаете? Вы были когда-нибудь в зале? А, нет, вы не были. Почему вы не были? Были? У Дмитрия был, а ты... Я заходил в зал, да. Хорошо, вы когда-нибудь били в библиотеке? А, вы не были. Извините. Один-один, спасибо. Да, вот я хотел сказать, что люди пашут, понимаете? Это нелегкий труд. Не просто так пошел, взял штаны, 500 килограмм, поднял, не поднял и так далее. Вот, поэтому у кого-то есть данные, очень зависит от генетики. Вот у вас, на ваш взгляд, хорошая генетика? У меня средняя. Средняя, да? Может быть, если бы была лучше, может быть, я был бы уже чемпионом мира. Ага. Пока что чемпион города. Ага. Вот, поэтому, в принципе, все в одинаковых условиях. Каждый может принимать анаболики, каждый там может заниматься, не заниматься, но чемпионов их единицы. Максим, если есть история однажды вечером, будем признательны. Истории... Бас. Подождите, секундочку, секундочку. Секундочку про историю, да. Вот, все-таки, ну, понятно, почему вы пошли, мы спросили. Скажите, к чему вот вы идете? Какой идеал для вас, так сказать, ваших устремлений в карьере спортсмена? Именно спортивно. Да, спортивно. Ну да, вы же и профессионально занимаетесь этой карьерой. Я не задумывался конкретно, но пока позволяю. Самые престижные турниры в мире? Чемпионат мира. А дальше самый престижный мистер Олимпия. Мистер Олимпия? Да, я думаю, что нет такого культуриста, который выступает на соревнованиях и не мечтает стать мистером Олимпия. В нашей стране есть обладатель титула мистера Олимпия? Нет. В России нет ни одного мистера Олимпия, да? Хорошо, по-другому. У нас есть чемпионы мира, но, скажем, человек, который выигрывает чемпионат мира, если он поедет на мистера Олимпия, то, скорее всего, он там станет последним. Почему? Ну, уровень намного выше. То есть мистер Олимпия – это коммерческий турнир? Коммерческий турнир, да. Ничего себе. Ну ладно, давайте, если есть история, будем признательны. Истории массы мы слышали, вот вторую хотелось бы дать, чтобы зал похохотал, хоть нормально, расславился. Мы знаем, вы хороший рассказчик. Да, 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 да. Значит, расскажу историю недлинную, которая произошла в прошлом году. Вот, с друзьями мы ездили на юг отдыхать, ездили на машине. Хорошо отдохнули, три недели были на море. Женщины были? Женщины были на море. А у нас была чисто мужская компания, да. С мальчиками? Да. В одной машине? Да. Сколько у вас было мальчиков в машине? Двое. Ты говоришь, друзьями. Да. Мы с мальчиками. Поехали на море. Я и мальчик. И того двое. И того двое. Получается, что мы с мальчиками. Да. Да, ну ладно, да, Максим. И на обратном пути случилась очень интересная история, может кто-то не поверит, но есть даже документальные подтверждения этой истории. Вот. Значит, ехали мы по шоссе, где-то на подъезде к Москве. Значит, едем мы по шоссе на достаточно большой скорости. На дороге никого, кроме нас. Прямая дорога. И тут мы смотрим, вдалеке на нас снижается самолет, кукурузник. Причем снижается практически прямо на нас. И у него, значит, по бокам, на крыльях внизу горят фары. Такие прожекторы. И мигает нам. Значит, мы снижаем скорость. Воротик есть на этой крыше. Да, потому что, по всей видимости, он собирается сесть прямо на нас. То есть он целится в нашу машину непосредственно. Мы снижаем скорость очень сильно. Ехали мы быстро достаточно. Вот. Значит, он долетает, равняется с нашей машиной, прямо над крышей. И сзади повышает высоту и улетает. Вот. Ну, мы, значит, на небольшой скорости, в недоумении, едем дальше. И тут метров через 200 видим гаишника, который стоит с радаром. То есть таким образом получилось, что этот... Кукурузник мигал. Кукурузник нам мигал, предупреждая о том, что впереди стоит гаишник, который ловит за скорость. Понимаете? Вот. Вот так вот. Скажите, Максим, а это про вас вот знаменитая история в городе, что человек, попавший в аварию через минуту после покупки машины... Какая глупость, да? Да я ее в двух словах расскажу. Максим купил новую машину. Мазду. И вот выезжает из салона... До этого ездил только на советских машинах. Да. Так, тык-тык. Алло, мама, встречай. Во впереди спокойно припаркованный автомобиль. Попал в книгу рекордов Гиннесса человек, через минуту разбивший машину. Это правда? Да нет. Через пять минут. Максим. Да. Вы же мечтаете стать мистером Олимпия? Мечтает, мечтает. Представьте, что чемпионат мистер Олимпия... Вы побеждаете? Проходит в Монако. Да. Вы становитесь мистером Олимпия. А вы обязательно станете им. Это я вижу, по глазам читаю. Вот. И представьте. Сергей Анатольевич, можно вас спрятать? Вот за кулисы, да? Я вас объявлю, а? Угу. И я объявляю, я ведущий, мистер Олимпия. Я говорю, дамы и господа, мистер Олимпия Максим Дудко. АПЛОДИСМЕНТЫ Сойдите. И по существующей традиции нашего чемпионата победитель удостаивается чести станцевать с королевой. АПЛОДИСМЕНТЫ Музыку, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Ваше величество. АПЛОДИСМЕНТЫ Браво, господа, браво! Прекрасно! Браво! Везумительно! АПЛОДИСМЕНТЫ А на бедро ее согнуть, а? Нет? А она сама откинется, и ножку она вперед. Вот как! О-о-о! Браво! Спасибо! Ну, я думаю, что Максим не откажет нам в удовольствии... Максим, не откажите, пожалуйста, нам в удовольствии показать, с чем вы выступали, скажем, вы стали чемпионом Санкт-Петербурга, и с чем вы выступали на первенстве России. Возможно? Ну, да. Если мы попросим, конечно! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...